Здравствуйте, с вами рубрика «Великие и могучие». Сегодня на повестке дня культура речи и новое интересное произведение художественной литературы. Мы с вами уже неоднократно говорили о правилах употребления глаголов «класть» и «положить». Однако, несмотря на простоту этого правила, употребление форм вроде «ложить» или, что еще хуже, «ложить», «положил» встречается очень часто. Это грубые речевые ошибки. Давайте еще раз запомним, что, во-первых, глаголы с корнем «ложь» могут быть только с приставкой. Например, «положить», «вложить», «уложила». И ударение в таких словах никогда не падает на корень, а всегда только на глагольный суффикс «и». «Положила», «положил». Сегодня мы рекомендуем вам для прочтения книгу Владислава Крапивина «Бабочка на штанге». Все в этом мире уравновешено, взаимосвязано и сбалансировано. Повлиять на ход событий, изменить его в ту или иную сторону может малейший фактор, подобно тому, как невесомая бабочка, севшая на штангу, поднятую атлетом, может нарушить зыбкий баланс. Эта книга для тех, кто в душе навсегда остался ребенком. Один из читателей о произведении Крапивина сказал, «Я берусь за его книги, чтобы глотнуть порцию того вечного и очень нужного, веры в добро, в справедливость, в дружбу, того, что переполняет каждую его книгу». И это еще одна история о мальчишках и немножко о девчонках, о хороших взрослых, о таком родном роботе, о дружбе, о самоотверженности. Книга открывает дверь в удивительные, сказочные и совсем реальные пространства. Герои Владислава Крапивина пытаются понять законы гармонии Вселенной и сделать лучше жизнь тех, кто рядом с ними. Добро пожаловать в детство, ведь иногда нам так его не хватает. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений, отметит русский ученый Станислав Струмилин. Читайте больше. Удачи вам в делах, будьте грамотны. Субтитры создавал DimaTorzok